День добрый, дорогие мои друзья! У меня на тарелочке вы видите вновь манго и авокадо. Кто меня давно смотрит, уже знают, что ровно год назад я увлеклась проращиванием косточек, авокадо и манго. И если удается прорастить, то я высаживаю уже в грунт несколько таких растений, я уже подарила своим подружкам, сестричкам. В общем-то, процесс такой увлекательный, он не быстрый, но меня очень увлекает. Люблю все такое, когда надо наблюдать, быть в ожидании, это мне все очень нравится. Вот я уже их освободила. Посмотрите, вот эта косточка обмыла от мякоти, косточка авокадо, очень такое хорошее. И вот косточка манго. Посмотрите, оно даже в такой вот пленочке, такая рубашечка интересная. Вот, сейчас я достану. Это семечко, конечно, поменьше, чем предыдущее, которое я вам вот только что недавно показывала. Вот такое вот хорошенькое. Сейчас я его тоже заверну в салфеточку и на окошечко, где солнышко и где тепло. Должен появиться росточек чуть позже, когда процесс начнется, я вам, конечно, конечно, все покажу. Так это увлекает, так это интересно. Ну, вообще, прям доставляет мне радость. Вот такой хорошенький. Ну, вот прям. Или так повернуть. Смотрите, да? И все, главное, семечки, вот все зародыши. Даже взять каких-то там лягушечек или еще что-то. Ведь все вот такого положения. Ребеночки или еще что вообще. Вот природа. Как все задумано природой. Прелесть. Ну, вот. И вот такая вот пленочка. Интересно. Ну, все, мои хорошие. Будем ждать, что будет дальше. Покажу вам заодно те косточки, которые стоят у меня на проращивании на подоконнике. Они поставлены на проращивание в разное время. Поэтому и стадия такая у них разная. Видите, эта косточка вот только начинает трескаться. Вот здесь вот. Видите? Вот так начинает трескаться. Бывает, начинает вот с этой стороны. Вот у этой косточки уже такой длинный-длинный корешок. Но высаживать еще не могу, потому что сам росточек, который находится вот там внутри, он должен появиться с верхушечки. Трещина хорошо идет, сам росточек так, там живой, зелененький, видите? Вот такая косточка. А корешочек хорошенький. Вот эта косточка в процессе, вот здесь должен тоже появиться корешочек. Вот так поверну, думаю, что вам видно. Вот его видно. А верхушечка еще тоже, ну вот-вот, треснет и появится тоже росточек. Буду надеяться. И косточка еще одна такая, она немножко грубоватая. Вот эту пленочку я никак не могла снять, но и прилагать усилия тоже не стала. Росточек неплохой. И вот верхушечка. Это была первая косточка из вот этих, но так как то ли зимний период, то ли еще что-то, не знаю. Но очень-очень долго не проклевывался вот этот корешочек. Здесь такая вот это, ну, место это такое прям грубоватое, грубоватое. И вот еще одна косточка, вот такая. Это тоже недавно, из недавних. Пока ничего еще нету. Хотя какая-то легкая-легкая полосочка намечается. Вот так, друзья мои. И стоят они у меня вот в таких рюмочках. Очень удобно. Я горлышки от бутылочек маленьких отрезаю. И в рюмочку вот так ставлю. Или в половинку от вот этой же бутылочки. Очень удобно получается. Тогда вот само семечко, оно должно до половины утопать водички. Вот так. И доставать водичку, легко менять. И доставать само зернышко. Ну вот, кажется, все показала. Видео ранее, где уже как растения выглядят как семечки. Я очищаю, как достаю семя манго. Если у авокадо мы вот таким образом освобождаем от мякоти и проращиваем, то у манго обязательно из косточки нужно достать очень осторожно само семечко, чтобы его не повредить. Ну вот, кажется, и все. Будем ждать новых растений. Спасибо вам за ваше терпение, за то, что смотрите. Процесс, как я и сказала, длительный, но увлекательный. Поэтому и все, что рассказываю сейчас о косточках, тоже достаточно длинное видео. Я благодарю вас за ваше терпение. И хочу показать вам одно из моих самых первых растений авокадо. Развивается и растет неплохо. Вот такая вот верхушечка. Видите, новые листочки будут. Правда, пару листочков оно по каким-то причинам сбросило. 12 июля, 22 год авокадо. Я это растение готовлю для пересадки в другой, более просторный горшочек. Вот такие прекрасные растения можно вырастить из косточек. Желаю всем удачи, кто этим увлекается, кто этим занимается. Продолжение следует...